Не бояться выйти в свет и открыто заявить о том, что вы пара, это порой требует большой смелости. Особенно, когда твой партнер официально женат на другой. Например, видели ли вы хоть раз в инстаграме на Ильи Аскерзаде ее мужчину? Хотя они иногда выходят вместе. Как живется любовницам женатых мужчин? Женщинам, примирившимся с социальной ролью парей? Помните, кстати, все британское королевство терпеть не могло Камилу Паркер-Болус, когда она была любовницей принца Чарльза? Ведь общество всегда на стороне законных жен, даже когда брак, очевидно, несчастен. Полина Милушкова нашла девушку, готовую открыто рассказать о своем уязвимом статусе. Когда я была в отношениях с женатым мужчиной, мы уехали с подругами в глухую деревню в Краснодарском крае, ну прям совсем без цивилизации. И отдыхали там. Потом заскучали в какой-то момент и решили доехать до ближайшего поселка, где есть набережная и кафе, потанцевать. И там мы познакомились вот с моим женатым мужчиной. Они приехали туда по работе. Говорит, а откуда ты? Я говорю, а ты откуда? Я из Москвы. Говорит, а я из Питера. И мы так смотрим друг на друга, типа, а что ты здесь забыл, в этой деревне? Это было так смешно, правда, что там счет абсолютно копеечный, но они там его закрыли. Вот. Самое дорогое шампанское – это Мартини Асти. И вот мы пили это самое дорогое шампанское в деревне. Это было смешно. А на следующий день мы обменялись телефонами. Это тоже было так романтично. Я говорю, оставь мне свой номер телефона. Я говорю, боже, я всегда об этом не читала. Давай на салфетке. Ну, естественно, они все были без колец. Ну, то есть это первое, знаешь. Я не знаю, как это происходит. Может быть, оно исчезает просто, знаешь, с пальца. Краснодар! И кольцо просто исчезает. Боже мой, где мое кольцо? Ну, ладно, потом разберусь. И, ну, может быть, так. Но нет никаких колец, никаких опознавательных знаков. Я спросила у него, ты женат? И он мне вот ответил что-то типа, там все сложно. Ну, и, конечно, это было все безумно романтично. Потому что мы познакомились, был огромный шторм, волны. Прямо человеческий рост там разнесло все пляжи. Ну, он делал какие-то такие мини-романтичные штучки. Там, не знаю, такой оп, и украл меня немножко из компании. И вот мы с ним гуляли по пляжу, разговаривали, эти огромные волны, ночь. Ну, в общем, правда, было как-то все миленько. У нас не было секса тогда. И он мне сказал, он говорит, слушай, ну, я женат. Я женат, я ничего не могу тебе обещать. Я говорю, да мне ничего не надо. Как бы это было классно. И мне бы хотелось знать, что ты есть. Вот что в Питере есть ты. Ну, и я хотела бы, чтобы ты знал, что в Москве есть я. Он такой, да, мне это подходит. Я говорю, супер. И в один из дней он мне просто то ли пишет, то ли звонит, какие у тебя планы на завтра. Я говорю, работать. Причем он ночью мне пишет. Я с утра просыпаюсь, говорю там, вот я работаю. Говорит, я еду в Москву. И он просто приехал в Москву. Мы встретились, пообедали. Потом я работала, у меня была там пара консультаций. Я пошла поработала. Он меня подождал. Мы поужинали, покурили кальян. И все, он уехал, сел на поезд и уехал в Питер. Просто он приехал. Я говорю, зачем ты приехала? Он говорит, ну, просто тебя увидеть. И ты сидишь и понимаешь, что он приехал, ну, только к тебе. Ну, не по работе никак. Он приехал просто к тебе. И он, не знаю, не приехал переспать с тобой. Он приехал просто тебя увидеть. И я у него говорю, ты даже не останешься переночевать в Москве. Он говорит, нет, нет, у меня завтра на работу. Я поехала. Ну, какие у меня были ожидания? Вообще-то я понимаю, что, ну, понимал тогда, что, наверное, я не против заниматься сексом. Вот, наверное, мне этого даже хочется. Но я думала, что могу и без этого прожить. Ну, вот. Мне хотелось опять, правда, весело провести время. Но это произошло. И веселое время, и секс. Ну, а я не особенно, ну, как бы тогда не особенно думала, что будет дальше. Но мне не хотелось. Мне хотелось быть в моменте. Тогда у меня бизнес пер в гору. Мне совсем не хотелось, чтобы, ну, вот, очень много времени у меня отнимали отношения. И я думала, классный вариант. Питер, Москва, 4 часа. На выходные, там, не знаю, мотаться друг к другу или не на выходные. Ну, в общем, я правда думала, что это мог бы быть классный вариант. Но, тем не менее, конечно, жена была в отношениях. Потому что она же и была. Это были отношения не на двоих. Это были отношения все равно на троих. Вот. И я это осознавала. Это как-то культурально у нас принято искать правых и виноватых. Ну, типа, кого-нибудь мы обвиним и сделаем козлом отпущение. Мы в основном любовницу, а кого-то мы вот будем жалеть, что это жертва происшествия, в основном жена. Но на самом деле здесь нет вины. Ну, или вина у всех, или нет вины. Здесь есть ответственность. Правда, любовница появляется в тот момент, когда не хочется выяснять отношения внутри пары, когда не хочется разбираться в напряжении. Потому что появляется любовница, исчезает напряжение. Это факт. Они остались вместе. Родили еще одного ребенка. Подкинул ребенка. Может, это мой? Женщину, верните ребенка. Скорее тебя пугает, что он придет в один день и скажет, а давай я разведусь. Плевать на все, хочу быть с тобой. Потому что вот именно в этот момент ты думаешь, в смысле разведусь? Хорошая женщина. А как же дети? Ты что, бросишь детей? Ну, ты скотина. Нет. Зачем разводиться? Не надо разводиться. Нормально же уже много лет вот так существуем. Ну, это был вот такой мой вариант. Я тоже, я прям думала, а если он скажет, разведусь? Что я ему буду говорить? Как? Вот как сын без отца? Ты не можешь. Ты не можешь, жди. Вот внуки пойдут, можешь развестись. Можно быть очень хорошей. Можно устраивать истерики. И это вот те женщины, которые... Привет. Передай своему мужу, что я его завтра жду. Ну, или там... А тебе нормально, что ты живешь с мужчиной, который тебе изменяет? У нас с ним серьезные отношения и любовь. Устранись. Ну, вот как бы на такое лучше не соглашаться. Лучше соглашаться на психотерапию тогда и разбираться, почему так важно заслужить любовь. Я не люблю предрассудки, стереотипы. И мне всегда очень жаль. Слышно, например, такую вот стигматизацию, правда, что любовницы – это плохо, сжечь их, там, не знаю, изменять – это плохо. Я думаю, нарушать договоренность – это, правда, как-то не очень. Ну, это нарушение границ, и... Ну, никто не делает это потому, что, там, я человек говно. И вот эти вот жуткие любовницы отвратительные – это же женщины, вот они рядом с нами, не знаю, это я, это моя подруга. И это не отвратительные женщины, это просто так разворачивается жизнь.